Амнезиак 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 который вообще ни единого изменения не сделал в своем лайнапе. В свою очередь, Амнезиак хорошо подготовился против лайнапа своего оппонента. Он заменил две колоды, он убрал фейс охотника, заменив его мидрендж секрет охотником, а также поменял контроль воина на дискард лока. И этот лайнап Амнезиака должен, ну, вот просто если отбросить все прочие симпатии, рассмотреть просто лайнапы игроков с холодным рассудком, то Амнезиак должен побеждать в этом противостоянии. Шикарный лайнап от Амнезиака. Действительно, он выглядит, ну, фаворит этого турнира. То, что он показывал в групповой стадии, это одно из лучших выступлений на Близконе. Но Павел может оформить ему в некоторой степени очень-очень годную игру. Поэтому давайте смотреть, давайте болеть. Шансы есть, все в руках каждого из игроков. Итак, у нас была сыграна скрытная охотница. По секретам у нас уже вскрывается сразу же фокус-кодус. Также висит морозная ловушка с помощью удара в спину, а также агент ОШРУ забирает у нас Павел охотницу. Ход переходит к ханту. Есть у нас питомец. Посмотрим, кто же это будет, Хаффер Лёг или Миша, это Хаффер. Ну и что, топим в лицо, либо же все-таки грядет один размен. Боимся мы подготовки и Вера под Талносом. Но эта комбинация весьма такая серьезная. И тут вот не угадаешь. Может быть, сыграем от того же второго агента ОШРУ, но нужен разгон, либо бэкстеп. Опять же, там висит фреза. То есть, хочет ли Амнезиак того, чтобы вернулся в руку у нас агент ШРУ. В принципе, это темпа решения. Соглашусь. Он может проигнорировать сейчас агента и внести 8 урона в лицо разбойницы. Вот вариант с походом в лицо мне импонирует. Потому как, ну серьезно, фреза за 5 кристаллов маны, когда это будет, плюс нужно, чтобы был разбой. И все-таки меняет, смотри. И меняется он не просто так, друзья. Он не будет, скорее всего, выводить тогда кота в шляпе из маскировки. Интересное решение от Амнезиака. Точно оно нетривиальное. Амнезиак всегда на своих постматчевых интервью рассказывает, почему он действует именно вот таким образом, почему не иначе, от чего он отыгрывает. Этот парень играет всегда максимально сайвово и вот по лучшим шансам. То есть, если бывают такие ситуации, когда ты можешь пойти в лицо, то есть он сто раз переобдумает все, как бы не отдать оппоненту возможную инициативу. И в результате вот сейчас... А вот теперь уже, да, он играет с псаря, выводит из маскировки кота в шляпе и игнорируется у нас расхититель гробниц. Если Павел проатакует этим юнитом, он вернется в руку и будет стоить уже целых шесть кристаллов маны. Такие выгодные вложения предыдущим ходом были сделаны Амнезиаком. Но он сохранил гарантированно зверя на столе для того, чтобы максимально эффективно использовать своего псаря. И свою кривую маны. Что любопытно. А, кстати, также стоит отметить, что в своем лайнапе есть некоторые изменения у Амнезиака. Он изменил колоду Темпа Мага, забрал у него флеймстрайк и дал ему Рагнароса. Но при этом... При этом были некоторые изменения и в колоде у Шамана. То есть там минус Кабольт, плюс Серебряный Всадник, минус Шторм, плюс Гладласт. Это все, что сделал в присутствующих колодах Амнезиака. Тем временем Павел расправляется со всем столом. И не атакуют с расхитителем, дабы не вскрывать морозную ловушку. Ну вот, по кривой мане, что будет делать Амнезиак? Огнемыш, огненный нетопырь. Это не то, что хотелось бы видеть сейчас на пятый ход. Давайте смотреть, что там есть. Любопытного тигра, наверное, все-таки хотелось бы увидеть. Либо Высокогриво, хотя бы на тот же шестой, но их нет. Интересная редакция Охотника, игрока из США. Два Тигра Тернистой Долины, а также один Высокогрив и один Рагнер. Такие вот у нас ловитовые существа. По секретам, в принципе, все стандартно. Фокус Котус, морозная ловушка, также снайперский выстрел. Каждая трапа в двух копиях. Играет максимально агрессивно. Амнезиак оставляет добор на следующий. Хотя сейчас можно было попробовать найти Высокогриво. Но вместо этого разыгрывает абсолютно всю руку. Напомним, что висит у нас морозная ловушка. То есть атаковать расхитителем ты не можешь. Ну, точнее, можешь, но тогда ты вернешь в руку на существо. Но также добавился у нас Фокус Котус. Ну, заклинаний сейчас для Размойника нет в руке у Павла. Чем будем играть? Рука паршивая. Эдвин Ван Клифф 2-2 и Агент Шеру. Ван Клифф просто для активации серии приемов Агента Шеру. Как же это слабо выглядит. Ну, мы видим, что... Вариантов нет. Что у оппонента осталась одна карта. Амнезиак, возможно, кстати, вот таким вот ходом попытался показать оппоненту, что остался Высокогриф. Ну, в целом, все складывается здорово для Павла. Вот попадание нетопыря единственный момент, который заставляет грустить. Вскрывает у нас Павел бабулю за счет того, что при смерти нетопырь блюнул в Эдвина Ван Клиффа, чтобы не давать оппоненту бесплатный размен. Ну что, еще одно выслеживание. Команда взять Орлиного Рога и Барц. Наверное, Лук забираем. Конечно, Лук. Лучевая карта. Под два секрета, тем более, выглядит очень-очень вкусно. В результате меняем стол, продолжает расхититель скромно стоять в сторонке и не расхищать. Что играем в результате? Темпа аукционист? Да, уж неприятно. Но Вер мы играть не хотим, поскольку там... Кот. Кот в шляпе, понимает это прекрасно Павел. Поэтому, возможно, действительно, мы увидим просто гублен аукциониста на стол, как существо 4-4. И продолжаем не бить, кстати. Еще, как вариант, можно удариться расхитителем и вернуть его на стол. Ну, тогда ты даешь дополнительный заряд Лука своему оппоненту. Ну, кстати, как вариант, да. Но насыщает стол далее Павел. Все-таки, все-таки неприятно. Хотелось бы отметить, что две команды взять сгорело, а также Высокогриф, я так понимаю, тоже сгорел у нас еще с первой копией выслеживания. Ну и пока что, на самом деле, у разбойника даже дела-то получше были. Но по факту 21 единица здоровья, а тут из лейта остался Высокогриф и Рагна. Все. У нас зараженный волк и скрытная охотница. Все существа разыгрывают у нас. Агнезиак понимает, что он позади, нужно как-то навязывать борьбу за стол. Здесь приходит коварный удар. Ну что, начинаем с коварного удара тогда? Да, у нас охотимый. Дабы вербе у нас на два. Ну, с другой... Подготовка также смотрится было неплохо. Знает прекрасно о том, что там морозная ловушка и... Ну, и предполагает, что фокус-котус. Точнее, не предполагает, а знаю, потому что снайперский выстрел сработал. Итак, скрывается у нас фокус-котус. Получается пушка. Идем, пытаемся разменяться. Далее размениваемся с волком. Два секретов скрыта. Гриза также активирована. Размер. С зараженным волком. Веер клинков. Погибают у нас пауки. Еще приходит один коварный удар. Еще один веер! Это то, что нужно! Погибает кот в шляпе. Идеально. Продолжаем добирать карты. Стало собираем немножко пораньше, но... И так неплохо, я считаю. Ох ты что! Гигантский песчаный червь! Лишь один Дадли Шот использует в своей колоде Амнезиак. Поэтому этот гигантский червь может и сыграть. Ну, либо он вытащит на себя этот револ, и после этого уже появится Малигас на столе. Безбоязненно. Но это все на самом деле ерунда, потому что... Ну, посмотрим на руку обоих игроков. У Пава явное преимущество в этой игре. Единственный шанс Амнезиака как-то по-быстрому закончить эту игру. А вариантов залеталить оппонентам несколько ходов банально нет. Напомню, что две команды взять сгорело. Ну, можно топить в лицо тем, что есть. По факту все шансы Амнезиака додавить сохраняются. Но вот... Грустно немножечко без каких-то вариантов в руках. Поэтому Павлу нужно думать и приложить максимум усилий. Ну что, возможно Павел сейчас сыграет свой гигантский червь на стол. Выложить свой гигантский червь на стол или нет? А вы, Александр... Кто за то, что Павел положил на стол гигантский червь плюс... Гигантского червя? Да. Хорош. Я уже готов. Вот сам плюс. Куда давай? Где чат? Куда плюс ставить? Где выложить или положить? Давай, рассказывай. Мали на стол у нас выставляется. Павлом. И вот тот самый Рагнарос. Выкладывает гигантского дракона на стол. Не, ну червь... Червь... Дракон это банально. Это банально. Подраконить Грифона. Друзья, ну и, кстати, из Лейта Амнезиак получает тоже... Рагна это, пожалуй, лучшая карта, которая могла бы рейтись сейчас Амнезиаку. Но решает ли это проблемы юного дикаря? Вот было бы 4 единицы урона, было бы лучше. Но можно засетапить Летал. Будем сетапить Летал? Александр? Нет. Вы верите? Я не верю. Не верите, все понятно. Можно забрать одно существо и попробовать... Посмотрите, кто к нам в гости, пожалуй. Михаил Лебедь. К нам приехал, к нам приехал. Миша Лебедь Дорогонь. Ну что? В принципе, неплохое 50 на 50. На следующий ход ты просто за счет обилки выигрываешь. То есть я не верю, что... Не, ну можно вообще как бы попробовать-то убить оппонента прямо сейчас. И да, будет действовать таким образом у нас Амнезиак. Это, возможно, я Летал 1 к 3. Бомб, куда выстрелит Рагна. И Рагна стреляет в лесу! Боже мой! Не хотел он так играть. Вот всем душой, всем сердцем не хотел. Знает этот парень, что рандом это плохо для него, но помогает. Ух! Рагна стреляет в лицо. Это первая победа. Причем, ну там уже, я не знаю, один ход для Павла и все было бы... Да все складывалось наилучшим образом для Роги на протяжении, ну почти всего матча. Вначале там какие-то непонятные были вот моменты с секретами. Очень вязкая была борьба за стол. Но дальше, дальше Разбоник вырвался вперед, захватил стол. А Павел, он сумел прокрутить свою колоду под гобленным аукционистом. Ну просто топ-дек Рагны и летал 1 к 3 и везет данной ситуацией Амнезиаку. Просто без комментариев. Все складывается шикарно, но и Павел тоже показал в первой партии, что будет биться, друзья. Это лишь начало, ничего еще не кончено. Война не проиграна, это лишь одна единственная битва. Поэтому ждем мы следующего противостояния. Ждем с нетерпением. Очень классная завязка этого матча. Действительно, то, чего мы ждали. Центральный матч сегодняшнего игрового дня. Партия достойная гранд-финала, безусловно. Уже первая партия очень яркая, она эмоциональная, она дает зрелище. Неожиданная победа у нас американского игрока. Посмотрим, что же будет далее. Что выберет далее в своем лайнапе, что выберет далее Амнезиак, останется ли Павел на своей разбойнице, поживем увидим, друзья. Причем стоит отметить, что это единственная Мали разбойница в этой стадии, финальной стадии Близзкона. И также вот единственная разбойница, но уже Миракл у Джейсона Джоу. Вот такие вот два представителя. Так, вот они, лайнапы на ваших экранах. Еще раз кратко можно пробежаться по ним. Итак, Джейсон Джоу в полуфинале, а мы смотрим на лайнапы. Значит, с Амнезиак у нас играет на Аммале Друиде. Темпа Маги, именно раньше Секрет Охотник, победил уже сейчас. Дискард Лок для Павла. Аммале Друид, Темпа Мактун Вуэн и Маля Рога. И интервью с Аммнезиаком. Конечно, я не думаю, что я буду победить. Итог Саввеж не потеря. Один вопрос, который я вижу, что ты играешь на Близзкон, что твои имя очень трудно сказать. Вы знаете, что из Лайс-Силоблаза, Джо? Если вы выходите на сцене и все выступает на чате, вы будете переживать? Итог Саввеж не переживайте. У вас было много халпы вокруг вас, через год год. Многие players, как они видят новые игроки, Звучит музыка. Добро пожаловать на Близзкон! Я обычно ходу по Амнезиаку, иногда ходу по Юнг Савэджу. Когда я ходил, я Капитан Америка. Лучше бы он призвал Капитана Америки, чтобы он ворвался и сломал просто лицо оппонента. Вот это было бы отлично. Причем косплеер какой-нибудь, знаешь, затесавшийся. А кто со стороны Павла бы ответил? Павел бы, я не знаю, там... Какие-то русские богатели. Заря из Overwatch вырывается тоже и начинается битва косплееров сразу же в кабинке Hearthstone. Плохо, неплохо. Ну что, друзья, первая партия за Амнезиаком. Неожиданно он сумел перевернуть ход событий на Ханте. И вторая партия стартует в Миррор Темпа Магов. Ну что же, любопытно. Давайте посмотрим, что же там за колоды у Амнезиака и Павла. Насколько я помню, они очень-очень похожи друг на друга. Итак, Темпа Маг от Павла. Он играется через Рагнароса, Волну Огня, два портала. Два без никаких призывателя, один водный элем, драконы, понятное дело. Так, дальше что из интересного, из необычного? Через большее количество существ... Две болтливые книги. Играет Павел, в свою очередь, у Амнезиака по более заклинаний. Ну смотри, у Амнезиака отсутствует Волна Огня, есть Рагна, также два портала, есть Барнс, а вот Барнса в колоде Павла я не вижу. Два факела у Амнезиака, два зажженных факела, а вот у Павла нет. Это, кстати, существенный момент. Ну посмотрим опенинг через ученицу Чародея со стороны Павла. Забытый факел сразу же отдается у нас Амнезиакам. Ну и надо давить. Ну а как давить? Просто поджигатель на стол, да, выбирает такое решение у нас игрок Миллениум. Есть ответ на поджигателя в виде, хороший причем ответ, в виде колдуньи сектантки, а также Чародейской вспышки. Единственное, немножко не в ману, но тем не менее. Даже Стрело дает интересное решение. То есть максимально эффективно играет по мане здесь Амнезиак. Сохраняет Чародейскую вспышку на потом более дешевое заклинание. Ну и что, в ответ будет делать Павел. Павел, шикарно бы смотрелось в этой ситуации, конечно, на один кристалл побольше. Вынужден тратить здесь монету на русский игрок. Лазурный дракон приносит колдуньи сектантку. А здесь служитель поля. Чародейская вспышка забирает дракона. Фактически бесплатно. Вот та самая вспышка. Да, усиленная колдунья сектантка. И пока что стол выигрывает у нас Амнезиак. Посмотрим, сумеет ли Павел выкрутиться из этой неудобной ситуации. Ну что, играем сейчас с культистку. Играем вспышку в Акалита Боли и разыгрываем стрелы. Почему так? Почему не Талнас? А потому что хотим, чтобы выжила культистка. Итак, сейчас вспышка отдается для убийства служителя Боли. Затем у нас разлетаются чародейские стрелы. Ну, погибнет и погибнет. Погибнет. Все как выглядит. Уже хорошо. Сандер. Так, а здесь-то и существа нет. Только зеркальные копии заходят для Амнезиака. Возможно, нам пришло время добирать картишки с помощью интеллекта. Ну, вот не заходят существа Павлу. По факту, есть у него там и очень неприятный элементарь. В принципе, смотри, если сравнить калады. У Амнезиака более быстрая, что ли, калада. Вот, у него больше перебора. У Павла, в свою очередь, сказать, что более сильный лейт. Не, ну да, у него более сильный лейт банально за счет безликих призывателей. Ну, вот у Павла больше существ. А у Амнезиака есть два факела. Вот, по сути, вот такой вот можно равносильно оценить. Что тут два факела, а тут два безликих призывателя, да? Ну, это, конечно, не единственное отличие, но основное, я бы сказал. Не, ну, колоды, на самом деле, достаточно разные. То есть, там Водный Элем, там Барнс. Ну, и тут Барнс тоже присутствует. У одного из игроков Барнса нет, у Павла нет Барнса. А, у Павла нет Барнса, да? У Павла один четвертый дроп. В общем, Барнс, кстати, вот практически во всех колодах уже играет. А Барнс классно смотрится, понимаешь. Ну, вот, кстати, колдунья-сектантка в данной ситуации не хорошо смотрится. Но очень часто ты находишь, допустим, перебор колоды, каких-нибудь служителей боли, либо собирателей сокровищ, если они играются в сборке темпомага. Рагна маленький всегда радует. Всегда, абсолютно, да. Не радует твоего оппонента. И, кстати, по легендаркам, присутствующим в турнире, Барнс находится на третьей позиции. То есть, если Рагна в 24 колодах и 40, Талнас в 20 и 40, Барнс на третьей позиции 13. Рагна сегодня просто вообще, просто, ну, гвоздь программы. Он выиграл игру для Хамстера в противостоянии Джейсон Джоу. Он выиграл игру, перевернул просто для Амнезиака. И вновь Рагна появляется на стол. И убивает она Конюка. Кстати, хотелось бы отметить слабейший, слабейший дроп с портала для Паула. К сожалению, это голодный Конюк. Да, дела складываются не лучшим образом. Ну и что? Верим, надеемся на то, что попадет стрела в Рагнароса, попадет... Нет, нет. Назливая книжка приносит нам дыхание дракона. Морозим стол. Просто разбивает все, кроме Рагны. Ну, это какой-то прям эпик. Даже не попадает в Рагнароса. Что тут уже можно прослеживать и смотреть, что тут... Портал Огненные Просторы приносит Гуру Баши. Немножко сильнее дроп, нежели голодный Конюк. Вот для мага это, на мой взгляд, одно из лучших. У него можно пинговать тем самым, гоняя его в ярость. И нет ответа на Рагнароса. Можно, конечно, закинуть в него и огненный шар, и дыхание дракона. Но это невероятно затратно. И все идет к тому, что Амнезиак заберет эту игру. Да, Йог Сарона нет ни одного, ни у второго. От них отказываются в темпомагах все чаще и чаще. По-моему, лишь один Доктор Хиппи с Йог Сароном катает темпомаги, насколько я помню. Нет, только китайский игрок играл с Йог Сароном. Он уже покинул турнир. Нет Йогов в темпомагах на этом турнире. Ну что ж, добивает заклинаниями свой монет Амнезиак. Огненный шар. Пылающий факел. И это 2-0. Впереди юный дикарь. Да, юный дикарь, конечно. Если в первой партии игра была достаточно равной. Более того, в определенный момент большую даже часть игры доминировал у нас игрок из России. Потом просто каким-то чудом получил единственный необходимый топдек Амнезиак. И 1 к 3 он еще и выстрелил в нужную цель. То здесь как-то даже без борьбы. Ну посмотрим, что будет далее, друзья. Напоминаем, что это еще не конец. 2-0 ни о чем не говорит. Павел уже оформлял камбэк со счета 3-0. 0-3. Так что ему не привыкать просто из грязи в князе, когда уже никто не верил в Павла. Все там сказали да все уже. Не было такого просто, понимаешь? Ну вот серьезно. А Павел собрался и доказал, что все возможно в этой игре. Что нужно доигрывать до конца. И совершив тот невероятный красивый камбэк. Он порадовал просто миллионы своих поклонников по всему миру. Шутки шутками. За него не только вся Россия. В целом русскоязычная сцена Хардстон болеет. За него очень сильно болеют теперь и Франция. Поскольку там вся команда Миллениум на французской трансляции. Там просто какой-то феноменальный эфир был. Включили там русские песни. Чуть ли не боже царя храни. Веб-камера. Вся студия болела за Павла. То есть насколько быстро он стал своим в этой команде. Ну надо в хайлайтах обязательно пересмотреть. Есть кстати хайлайт на ютубе, друзья. Вы можете найти его. Будучи топ-2. Очень крутой видос. Я уверен, кто-то из наших модераторов обязательно найдет и репостит. Другой старладдер. Поэтому смотрите. На Хардстоне это не о том, что игра не имеет лучшие шансы, чтобы вам победить. Что, если вы не знаете, который игра лучше? Я выберу игр, что мне кажется дает больше шансы, чтобы победить. Как вы приготовились на святость? Просто думая о том, какой декса лучшая. Тесты на ладер и с моими практическими партнерами. Кто были твои основные практические партнеры? Я не имею основные практические партнеры, но я практический партнер с Йог, Маверик, это франш-плеер. Также, с Найман и Хипи, мы получили скайп-калов. Какие русские партнеры? Русские партнеры имеют много сильных партнеров, например, Штана Дачи, Унви, Калента, Найман. Кто бы вы хотели победить? Не важно. Не Доктор Хиппи? Да, будет хорошо победить Доктора Хиппи. Этот маленький тролл. Играть невероятное. Проигрывая с учетом 0-2, нужно обыграть одного из главных претендентов на чемпионство в этом году. Амнезиака, если это получится у Павла, у него все шансы на выход в гранд-финал. Ну, а Артема, игру которого мы посмотрим попозже, четвертый, четвертьфинал у нас будет в исполнении Доктора Хиппи. То есть, возможно, при определенном должном стечении обстоятельств у нас будет финал Павел против Доктора Хиппи. Это мечта всех, я думаю. Все в чате хотят, чтобы именно эти ребята встретили в финале. Но вот противостояние четвертой, которое будет, друзья, совсем поздно, глубокой ночи, после серии шоу-матчей и прочего. Противостояние Хотмяута, на которого не ставил вообще никто из аналитиков. И по-прежнему не ставит, откровенно говоря. Ну, есть, есть ребята, которые делают ставку на этого американского игрока. Но вот противостояние Хотмяута и Доктора Хиппи тоже очень важно на сегодня. Потому что эти Blood Brothers, эти патроны... Посмотрим, поживем, увидим. Стартует третья партия. Чернокнижник против Роги. Хороший старт для Амнезиака. В принципе, это противостояние в пользу чернокнижника. Но если Разбойник ловит хороший старт, сумеет убиваться... Кстати, Битлорд, ну, не самое хорошее существо, которое приносит нас пират Пройдоха. Это, да, четверка классовая чернокнижника, которая имеет достаточно сильные статы 5-6. Но вот эффект, принимать пять лицом при выходе этого демона, но как-то совсем не хочется против Дискард Лога оппонента. Да, друзья, ну, поживем, увидим, как там будет складываться. Самое главное, что есть монета, удар в спину и агент Ширу. Также пиратики на старте смотрятся классно. В целом старт для Павла очень крутой. Единственное, конечно, Мали не хотелось бы видеть в стартовой руке и какой-то более необходимый дропс пирата Пройдохи. Мали — это единственное, что не устраивает тебя в стартовой руке. Все остальное замечательно. Ты можешь разыгрывать агента Ширу и не тратить. Монета, агент — все круто. Оставляем какую-то серию приемов на будущее. Удар в спину. Есть опять-таки второй пират Пройдоха. То есть по старту два пирата Пройдохи, есть монета, есть удар в спину и есть один Ширу. Ну, не совсем уж идеально. Ну, хотелось бы вместо Мали, допустим… Подготовку какую-то. Подготовку либо еще одного агента, либо Ванклиффа. Ванклифф зачастую против Зузушки ранний розыгрыш какого-то мощного Эдвина выигрывает игры для разбойника. Ну, посмотрим. Еще один пират Пройдоха на этот раз он приносит… Жертвенный. Ох, неплохо, так как. Серьезно жертвенный договор, который заберет Стража Ужаса и даст еще и захил. За ноль, друзья, за ноль и плюс 5 единиц здоровья. Вот эта карта очень крутая. Вот поэтому пират Пройдоха и играет в этой колоде. А как тебе комбинация Питлорд и на него жертвенный договор? По-моему, вообще топ. Ну, это план такой, скорее С, нежели даже Б. Но если серьезно, то очень крутое. Вот второе заклинание, вторая карта, точнее, которую приносит Пират Пройдоха, обязательно сыграет в этой партии. Ну, а здесь Барнс, который приносит какой-то случайный первые дропы. Это Дракон. Никак это не помогает для ситуации Павлу. Удар в спину в любом случае убивает одного из жонглеров кинжалами. Также забирается порождение Инзота. Ну, и здесь есть возможность забрать, по сути, бесплатно Барнса с помощью ожога души. Вожак на стол. Выстрел жонглером в Барнс. Он погибает с помощью ожога души. Жизньотвод приносит члена Совета Темной Лиции. Ну что, жадничаем сейчас или же все-таки нет? Отдаем крестьянина. Вот в чем вопрос. Наверное, все-таки отдаем крестьянина. Идем в лицо, сохраняем две единицы здоровья жонглеру. Ну, а в дальнейшем таб, возможно, даст еще и какого-нибудь Аргуса. В общем, где вселенной гиды. Поэтому, да, не жадничайте. Не жалеет здесь крестьянина. Индезиаку ходит в разбит. Веер. Подготовку бы сюда. Подготовка с лазурного дракона. А, вот такой план. Изи. Слушай, ну давай идеально. Сделай это, правда. А просто другого хода-то и нет, по факту. Ставить пит-лорда и хилиться, ну, тоже так себе. Не-не-не. Даешь. Лазурный дракон. Подготовка. Вер. Чистый стол. И победа. Рогин. Вера. Вот что самое главное должно быть у... Понятно. Нет. Играет надежно. И это была подготовка! Боже мой! Вера. Вера Александр. О чем и говорилось. Ну, ладно. Павел решает сыграть надежно. Если бы он немножко рискнул, это был бы просто переворот и гарантированная победа. Ну, а если бы... Он не поверил в это, Павел. Если бы серьезно не зашло, в результате получилось бы два трейда. Ну, не знаю, друзья. Есть как есть. Давайте смотреть далее. Да, пока не все потеряно, безусловно, для Павла. Он прям ждет, я думаю, Думгварда. Вот прям ждет, когда же Страж появится. Как бы он... Главное не погибнуть, правда, в этот момент. Постовый выход. И гвоздь, как бы он не забил в крышку. Вот что самое главное. Ну и что? Размениваем волка. Забираем 4 единицы урона со стола. Да, 13 хп. Маловато будет. Еще один посудный голем для нанезя, как будет. Он жизнят от. Получает черного археолога. Ну, дай хоть какого-нибудь. Уже демона-то похилиться хоть чуть-чуть. Ну, вот свой дволкер, возможно. Ну, даже, наверное, сержант, потому что тебе нужно дожимать как-то. Да. Возможно, даже не идти в трейды сейчас, идти в лицо. Уже all-in. Да, броняющийся сержант забирается в нанезяка. Повышается атака консилмена. И будет играть, ну, как бы, более мощных существ прямо сейчас. Уходит, смотри, в размен. Не жадничает амнезяк. Мне нравится это решение. 10 хп у Валиры. Потрошение для Павла. Да, и так складывается, что жертвенный договор-то и не сыграет, судя по всему, в этом противостоянии. Грустно. Ну, надо играть сейчас. Подготовку. Потрошение. Время для all-in. Подготовка потрощения. Добавлять сюда. Ванклифа и, более того, еще и агента Шуру. Ну, агент, безусловно, должен убивать члена света темнолесия, принимать лицо. Но мы не можем уже урон ни в коем случае. У нас остается пять на столе. Два в руке. Я, то есть, ну, любой урон дает летал. Для амнезиака. На самом интересном только не лагать. Пожалуйста, жизнь отвод. Второй сержант. И что еще? И это страж ужаса. Находит. Боже мой. Это победа амнезиака. Это 3-0. И, казалось бы, классный старт для Роги. Да. Хорошее продолжение. Да. Но вот ключевой момент, когда Павел не поверил в то, что лазурный дракон принесет ему подготовку. Если он сыграл бы, ну, понятно, что легко говорить уже постфактум. Но вот... Ну, дело в том, что, друзья, в этой игре вот без доли везения, без веры... Ну, да. Во примерный момент, возможно, стоило все-таки положиться на... Ну, ты не выиграешь на 100%, как бы вот ты логически, аналитически не подходил к Хардстоуну, друзья. Все то ради... Ну, вот благодаря чему мы любим Хардстоун, в кавычках, да, ну, вот и случается этот рандом. Порой он как проигрывает, так и выигрывает тебе игры. Если ты не веришь в то, что вот все сбудется, то все будет плохо, по факту. Но это... Ну, что сказать. 0-3. У Амнезиака остается друид. Настало время для Павла. Павел уже крошил этих друидов со счета 3-0. 0-3, называйте как хотите, но шансы есть. Шанса на поражение для Павла нужно выигрывать все четыре игры подряд. Это будет сделать невероятно тяжело. Амнезиак это не омега-зеро, он посильнее-то парень. Слегка. И Павлу будет невероятно тяжело это сделать, но мы все-таки верим до конца в Пашу. Надеемся, что он как-то не... Пашу тащи. Да, он не поддастся унынию, что он сохранит боевой дух, этот запал, что будет бороться до конца. Надеемся и верим. Ну, Амнезиак пока что отыгрывает очень сильно. Но претензий к нему нет, действительно. На претензии к Раддому. Первая партия хотелось бы вспомнить. Топ-дек Рагнароса 1-3. Вот поверил тогда в этот летал, в эти 33%, и все получилось. Вот если бы Павел сыграл в предыдущей партии через Лазурного, хотя его там не забирал с одного существа. Да даже смотри, сыграй ты Лазурного, сохрани Веер. Ну, сыграй Лазурного, уйдет оппонент в размен, ну хорошо. Ты лицом не принимаешь, впитывает урон Лазурный Дракон. Не знаю, вот это ключевой момент в этой партии. Интересно потом послушать мнение там разных игроков, самого Павла на счет того. Понятно, что Веер это более надежное решение, вот, в тот момент. Но, возможно, все-таки стоило немножко рискнуть, сыграть через Дракона. Но он стал бы переломным. То есть там, тогда ты забираешь стол, забираешь все. Это была бы победа гарантированно. Там, ну, просто камбэкнуть с Азушки невозможно. Остается Лазурный на столе, пустой стол у тебя. У Павла еще, отметим же, ну что он жертвенный договор получил. Ставишь стражу ужаса, получаешь жертвенный договор сразу. Ну, друзья, это все уже неважно. Интервью с Амнезиаком и ждем следующей партии. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Продолжение следует oddsнать в especial concern goes działая музыка Хочу пом Nat if any potential plans for the money parents committing but you could go to school 4x with $250 000. Да, depending where you go obviously. Would you go to college 4x? No T授? You could be in college when you are 32. Like how old you are? yea, 26. Настоящий юный дикарь. Общается на равных с любым, собственно, оппонентом. Чувствует себя как-то раскованного, как свободно. Несмотря на то, что это самый юный игрок на этом турнире, по уверенности, по этим интервью, в принципе, по общению Амнезиак кажется самым таким что ли нахальным в хорошем смысле этого слова, самым самоуверенным. Но пока что он доказывает, то есть эта самоуверенность неспроста. Сравним он в какой-то мере с Ксикс. Они не похожи в плане общения, но вот в излишней самоуверенности 100% они один в один. И оба подтверждают это не словом, а делом. Он знает, чего хочет. Он показывает это в игре, друзья. И начинается у нас следующее противостояние Амнезиака против Павла. У Павла по-прежнему есть все шансы. Начинает он вот этот вот путь к победе именно с Ктун-воина. Ну и Амнезиак и его колода Мали-Друида. Смотрим. Разгона хватает у Амнезиака. Катает сильно. Ир-разгон это то, что нужно. Но за счет чего выигрывает Ктун-вар. У него есть огромное количество брони. И самое главное не позволить Амнезиаку навыставлять этих самых великанов. Ну, рука Амнезиака очень хорошая. Павла заходит Секирка. Это здорово. Есть проба фона Ктуна. Есть древний щитоносец. Тоже неплохо. Интересная редакция Мали-Друида от американского игрока. Играет он без древнего бога Йоксарона. Ну, традиционно уже Рагна. Играется Барон Гидон и Сильвана. Вот Сильвана это та карта, которую не часто, скажем так, увидишь в подобных друидах. И, возможно, именно эта карта сыграет против Ктун-воина Павла. Ну, а ну, Ктун может и уйти к Амнезиаку. Тут уж ничего не поделаешь. Друзья, небольшие технические неполадки от наших коллег. Тут мы ничего не можем сделать. Из Америки, видимо, сигнал уходит. Сигнал налетит далеко. Ведь и вата. Надеемся, что игра продолжится очень скоро. Мы уже слышим, что она продолжается. Сейчас нам покажут картинку. Монетку разыгрывает у нас Павел. Смотрим, что придет здесь. Избранница Ктуна появляется на столе. Ктуна, пробах до статов. 8-8. Ну и есть поборник Ктуна. Для того, чтобы довести до кондиции Ктуна и всех его приспешников. Что будет делать далее Амнезиак? Выставлять дракона сейчас не очень и камельфо, на самом деле. Стоит, наверное, начинать с статуи ворона и поискать заклинания. Что хотим найти? Астральное единение. Отлично. Берем два. Ну а если серьезно, то, наверное, сила дикой природы. Но укус, на самом деле, не знаю, укус мне меньше нравится в данной ситуации. Интересно, как оценит эту раскопку Амнезиак. Укусом ты хотя бы можешь на следующий забрать избранницу Ктуна, потому как сейчас будет выставлять дракона. поэтому ну, все-таки оценивает выше именно укусы. Играет экономно, не просто не отдает дракона своему оппоненту у нас Друидц сбивается божественный щит с избранницы. Как раз укусом следующим ходом планируется добивать избранницу Амнезиак. Второй поборник для Павла. Это хорошая новость. Можно просто сыграть его в темп. Или будем играть жадно, медленно. поднять щит тебе сейчас играть попорника нет какой-то большой необходимости. У нас такая Мармор, каждый ход приходит эти озарения. Всему это любопытно. Можно можно разыграть дракона плюс укус сейчас. Но есть ли в этом смысл? Играется лазурный дракон. И да, будет завоевывать стол Амнезиак. Укус идет в ход. Забираем избранницу Ктуна и передаем ход оппоненту. Что в ответ приходит своя Сильвана с помощью поборника и топора. Забираем стол. А еще один Адмарант в конце. Все пофушую. Все отлично. Идем далее. И что выставляем великанов или же все-таки пока ждем. Нет. Оставит великанов. Нет. Решает уже разыгрывать первого волшебного великана Амнезиак. А в ответ Павел играет Сильвана отдаем отдаем пытаемся отдать Слизня или Хранителя болот оппоненту. Причем мы можем разыграть сейчас и Звериное мистовство вместе с Абилкой. В результате попытаемся отдать и да, Слизь уходит оппоненту. Остается Хранитель болот и Волшебный великан со статами 8-3. Ну и смотрим далее, что будет происходить, будет ли дальше играть на все Амнезиак и выставлять ли Волшебного великана. Ну и Ли Сильван в крайнем случае нет. Такие отыграют вокруг потасовки совершенно справедливо. Воин успел уже надровать. Огромное количество карт поэтому надо по-соевому действовать. Но Йола не будет, как мы отмечали уже раньше. Нет Йоксарона. В очередной раз хотелось бы отметить везение Амнезиака. Сильвана ларует самое слабое существо. Ну даже если бы 3-3 ушло. Но все равно самое слабое из трех. Тут хотя бы был бы грамотный размен. Если был хранитель болот, можно было бы им затрейдиться в великана. Но с другой стороны, если был хранитель болот, мне кажется, Амнезиак ушел бы в трейд хранителя. Потому как ему надо форсировать. Слишком много брони у Ну а Мале друиду тяжело. Потому как урона фактически может не хватить. Вот берет уже небольшую паузу Амнезиак думает над дальнейшим развитием событий в этой партии. На руках у нас два звериных неистоства. Также есть великан и Сильвана. И последнюю решает разыграть сейчас по еще одного звериного неистоства разбирается со слизью. Интересное решение дабы не терять здоровье на хранителе болот. А что здесь? 17 единиц здоровья. Совсем понятно как будет выигрывать Амнезиак в этой партии. Потому как один великан у тебя уже ушел Сильван ты уже разыграл воина с здоровьем все отлично. Придется отдавать сейчас древнего щедоносца в Сильвану добирать поборником и с топора забираем еще хранителя болот. При этом мы ничего не теряем совершенно. Тво оппоненты есть мали не было разыгран ни одного из четырех спилов живые корни и лунный огонек но смысла прожимать шилд блок нет никакого гнев топор далее смотрим что придет нужно опять же что-то сильное в виде существа какого-либо либо дар природы это даже поинтереснее поскольку нельзя получать возможность прокручивать свою колоду далее ну что нужно нужен фендрал и нужна вторая статуя ворона для того чтобы раскопать какое-то существо возможно это смотрелось бы неплохо посмотрим итак добор трех карт с помощью дара природы получают рагну неплохо живые корни и мали звери данистовство забирать брони наверное да будем снимать броню воинов нет даже смотри вот так агрессивно да таким образом мы снимаем ярмор часть армора и волшебного великана ведется убивать паула здесь амгазиак ну а тут неждан тут идет шилд блок и шилд слэм после обилки еще и древний щитоносец разбирается со вторым волшебным великаном павел пока что все неплохо единственная проблема рагнарос на него уже ответа ну он есть но это целых две карты нет возможности как-то не ударяясь лицом активировать казнь смотри причем весьма любопытно действует амгазиак он таким образом просчитывает свою последующую кривую мана сначала мы байтем оппонента на волшебного великана далее выставляем рагнароса в надежде что не заберет оппонент подожди а тут же казнь-то и не нужна я уже немножко засмотрелся на топ-деке амнезиака классно заходят древние щитоносец а также мощный удар щитом получает возможность безболезненно разобраться с рагнаросом ну и как-то мали плюс живые корни не смотрится уже что-то еще находить да при том что два точно хремовала ушло есть еще как минимум два две казни и еще раз эту партию амнезиак уже не вытащит йог с арона нет остается мали и максимум твоих вин кондишн найти что-то с фендрала все ну то есть сейчас надо играть мали в надежде что там нет казни ну а казнь присутствует упала и а после убийства легендарного дракона я думаю что эта игра закончится даже можно тут спокойно принимать четыре единицы урона это уже не играет большую роль амнезиака банально не хватит урона в этой колоде что там остается таурисан остается фендрал но фендрал самое главное лети фендрал еще гидон из такого опасного скажем так мне кажется посмотрит карту минус два великана минус мали минус рагна минус сильвана почти веселый этот контрил здесь павел тут уже все павел амнезиака нет харис а в колоде у павла есть кровавый вой который вот все что осталось там в колоде смело этим кровавым воем расчистит и уже знаешь что вышел малит и не боишься как-то особо лицом принимать этот урон это 13 начала камбэка будем надеяться для павла павел павел друзья все шансы есть павел уже совершал невозможное на этом турнире пусть и групповой стадии самое время отметиться и в финальной части да огонек это слабо все вариантов нет был бы йог сарон еще можно было бы как-то повременить там подождать отказываются от этого легендарного бога преддверии выхода при бомбас кам вот играет до конца друид с помощью размаха а также двух лунных огней нет даже здесь лицом также добивает избранницу в общем идем к туна стопдека это бран в результате выставляем служителя боли и пропускаем ход играет до конца ну это плюс логизяку что он как-то не принимает поспешных телодвижений поспешных решений не сдается хотя формально здесь игра уже проиграна еще и мария для павла теперь мы будем добирать по 4 брони каждый ход и вот теперь уже пишет он зак world play неплохо сыграно и сдается итак первая победа в копилку русского игрока павел 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 побеждает на своем турне воине ну что начало положено но напомню что права на ошибку больше нет ты должен побеждать на каждой лайнапе ну что мали друиды относятся к тем классам к тем архетипам которые проигрывали уже на этом турнире неоднократно выступали нестабильно и возможно это тот самый момент когда амнезиак не продемонстрирует ничего знакового против оппонента против павла хотя старт у него был пока что он демонстрирует у него все было хорошо и был разгон на старте и вспомнили один к трем асильвана украла худшее существо для павла то есть в принципе все было ну нормально не скажу что прям супер но было неплохо для амнезиака но павел выглядел уверенно ему тоже зашло и на старте в продолжение самое главное что были ответы на мощные существа амнезиака по ходу матча сумел павел разобраться с двумя волшебными великанами рагну также он убил сельвана убил мали убил но по сути весь весь жир в колоде друида разобрал воин просто просто классно царский царский воин шикарная шикарная партия в исполнении павла надеемся что это не последняя победа павла на этом турнире хочется увидеть побольше игр как минимум от павла для того чтобы он продемонстрировал всем свою мощь ну и по архетипам чуть чуть попозже пока интервью от павла как минимум Я просто привезда к декам, в моем opinion, лучшем. Я имею в виду, что все мои декам будут хороши против Контролу, а может, я даже не буду дрюй, но дрюй тоже есть хорошая возможность. И все мои декам, в общем, очень сильные. Так, как вы думаете, что вы compareете с другими играми в World Championship? Я не думаю, что ни одного у них есть лучшее, чем я. Некоторые игроки имеют меньше, чем я, и некоторые имеют меньше, чем я. Вы думаете, что выиграть в Близзко, это изменит ваша жизнь? Да, это изменит меня. Я получил много денег, больше популярности. Вы были очень близко к квалифицировать в World Championship за год. Да. Как это было, когда вы победили, когда вы победили? Я очень рад, что я квалифицировала в Близзко. Я очень рад. Я надеюсь, что я победу в Близзко. Я надеюсь, что я победу в Близзко. В первой неделе, так называемая, Долса не очень, скажем так. Приятно. Он проиграл Hot Mout. Далее была лёгко победа над Дида Яни. Потом была очень валидольная игра против Omega Zero. И вот Павел не менял лайнап после группового этапа. Возможно, это ошибка в какой-то степени. Потому что он единственный представитель, кто не сделал каких-либо изменений. Но с другой стороны, я повторюсь, уже говорил это чуть ранее, возможно, он уверен в своём лайнапе, он умеет его готовить. Это самое главное. Но вот мы видим, что его оппонент подобрал как раз-таки под Павла то, что приносит ему победу раз за разом, более агрессивные такие противостояния. Ну и в целом, по аналитике, там, многие поставили именно на Амнезиака, именно из-за лайнапов. Ну, Амнезиак подготовился. Он действительно сделал верные изменения, классные изменения в своём лайнапе именно против колод Павла. И пока, как мы видим, это работает. Да, можно сказать, что там первая игра как-то, ну, формально могла закончиться иначе. То есть тот Шельной Рагнарос, Охотник против Роги. Но вот в остальных играх Амнезиак выглядел увереннее, за исключением последней партии, которую забрал Павел. Посмотрим, что же будет далее. Напоминаем, что счёт у нас 3-1 в пользу американского игрока. Игры ведут до четырёх побед. Best of Seven, Conquest. Победитель игры должен победить на каждый из своих колод. Для того, чтобы выйти в полуфинал. Это борьба за полуфинал и плюс 50 тысяч долларов. Вот это, кстати, очень важный фактор, что каждой игру тебе добавляется дополнительных 50 тысяч долларов. Поэтому иногда ты задумаешься в лишний раз. Ты вроде как подбираешь... Ну, нужно, нужно отбрасывать эти мысли, потому что если ты будешь, о боже, там, ты смеси за этим денег... Смотри, ты подбираешь лайнап против оппонента, выигрываешь одну игру, плюс... А, ты в этом плане, что... Балтик. ...конкретно игроки готовили свои колоды конкретно против оппонента в 1-4 финала. Тут ещё будет интересно, как, ну, долгоиграющий истории сыграет тот или иной лайнап. Там что-то, да, интересное творится просто за кулисами, рядом. Видимо, некая пауза была. Павел, возможно, попросил у нас передышку. Ну, да, пока всё-всё складывается, всё помогает. Друзья, напоминаем, кстати, и доводим до вашего сведения, что можете использовать команду восклицательный знак DEC в чате твича для того, чтобы узнать, что же за колоды используют наши... наши противники, да, и, собственно, вообще участники этого турнира. Да, колоды, напомним, ещё раз были изменены на стадию плей-офф. Итак, команда в чат твича восклицательный знак DEC переведут вас по ссылке в официальную группу StarLadder ВК, где вы можете ознакомиться со всеми колодами. Итак, пятая партия. Низяк не имеет выбора, ему нужно победить один раз на своём друиде, и Павел уходит в Мирор, также выбирая друида. Так, колоды у нас разные. Но при этом старт у Павла фантастически невероятный. Именно за счёт старта друид и выигрывают, и тут, наверное, не стоит жадничать, стоит подождать и не рашить. Но что будет делать Павел? Ну вот, сейчас... Но рукав выглядит очень классно. Не стоит бояться, не нужно переживать, и Павел играет ну, очень агрессивно, назовём это так. Монета озарения и хранитель болот в разгон по мае. Такой вот первый ход у нас от русского игрока. Кратко по колодам друида, вот, амнезиака мы уже рассматривали. Павел играет немного иной сборкой, точнее, ну, кардинально иной. Да, это тот же Мали друид, но здесь есть Йоксарон. Интересное решение в виде двух тёмных Аракоа. Вот, вместо, допустим, привычных древ войны. Колода... Ну, по сути, вот, главное отличие. Колода Павла мне импонирует в большей степени, потому как всё-таки Йоксарон это тот план Б или план С, который так или иначе может принести тебе победу, и почему бы его не играть. Но вот отказываются, отказываются многие игроки, уходят до трандома в пользу исключительно скилла, и первые живые корни отдаёт амнезиак в стол хранителя болот. Продолжение у Павла есть в виде лазурного дракона. Он очень классно смотрится. На следующем ходу мы можем сыграть уже Тёмного Аракоа или при желании Императора Таурисана. Пока что для игрока Миллениум всё складывается поинтереснее, нежели для амнезиака. Ну и что делать амнезиаку сейчас? Отдаём хранителя болот в разгон, потому как надо наверстывать упущенное. Лазурного дракона, конечно же, оставлять не хочется, но тебе надо как-то переворачивать эту партию. Просто так отбиваться не выйдет, потому как в противостоянии друидов, кто первый занимает стол, тот так по факту и выиграет далее. Если ты не будешь пытаться искать каких-то потаённых ходов. Итак, наконец-то разогнался по мане у нас амнезиак. В ответ Павел бьёт дракона в лицо. Ну и что? Наверное, Аракоа или сейчас прямо будем играть Императора Таурисана. Императора забрать намного проще, а вот Аракоа это достаточно неприятная провокация. Просто дело в том, что играем сейчас Таурисана, мы... Ну что мы получим на следующий ход? Мы получим Аракоа плюс Обилку. Ну и, наверное, всё. Играть сейчас в буйный рост уже смысла нет, вплоть до десятого кристалла мана. Ну, мне лично больше нравится Аракоа сейчас. Да, я вот соглашусь. Аракоа и не трейдимся с Хранителем болота. Павел задумался. Всё-таки Император Таурисан уже дракон сходил в лицо, то есть Таурисана точно не будет. И выбирает всё-таки удешевление четырёхкарту себя в руке. И тем самым он обязует оппонента забирать Таурисана. То есть, возможно, в этом какой-то смысл. Закрыть ему шестой ход, втянуть его в размен, не выставлять своих существ. Но, как мы видим, у Амнезиака это существенно на руках и нету. Но он сыграл бы, допустим, Дар Природы, если бы Павел не разыгрался сейчас с Императора. Соглашусь с тобой, да. В качестве вот этой пассивной провокации Таурисан отыгрывает во все времена на отлично. Ну что, есть Тарфолл в качестве ремувала. Опять-таки, нет, даже не Старфолл, даже Дикость. Дикость под Мали играет весьма неплохо. И под Звериное Нистовство, более того, играет замечательно. Но это... Причём, подожди, Дикость-то прямо сейчас мы сможем даже сыграть. Единственное, по Мане немножко не вписать. Но ты расчищаешь стол. На единичку маны больше было бы. Можно было бы вообще... Ну, что? Забирает силу Дикой Природы Амнезиак? Он хочет таким образом идти в All-In сейчас, разыгрывать корни в пеньки и... Выставлять про баф. Единственное, объяснить нет. Я не знаю тогда. Вообще не понимаю, почему... Это ошибка. Это, безусловно, мисплей от Амнезиака. Первый мисплей, на моей памяти, на этом турнире. Это нелогично. Но этот парень не мисплей, то есть... Нет, это нелогично. Просто нелогично. Отдавать живые корни, не забирать сейчас дикость. Как тебе, по-моему, пригодится сила Дикой Природы? Это глупый ход. Я не знаю. Не знаю. Давай, может быть, я не знаю, посмотрим ещё раз колоду. Может быть, что-то интересное найдётся. Нет. Ну, ладно. Опять же, наверняка была какая-то задумка у Амнезиака. Он обязательно расскажет об этом на послематчевом интервью. Но, мне кажется, это звоночек о том, что Амнезиак начинает нервничать. Да. Ну, я действительно не нахожу... Не нахожу объяснение, почему это происходит. Возможно, он... Ну, нет. Это тоже глупость какая-то. Да. Волжебный великан от Павла. Уже 12 хп остается для Амнезиака. Ну, это вторая победа от Павла. Тут просто нечем комбэчить. Что, ещё одну силу дикой природы найдём? Так. Так. А что теперь? А теперь консид. 2-3. Павел выигрывает в Мироре. Блин, слушай. Ну, Паша-то подсобрался. Возможно, это просто способ потроллить комментаторов, если честно. Потому как... Не, ну, конечно, комментаторам скилл, как они могут вообще обсуждать действия про игроков, это известная история. Мы, друзья, ни в коей мере не осуждаем действия. Хотя... Не... Не, ни в кое. Вообще ни капельки не осуждаем действия. Амнезиака... Спокойствие и стил. Ну, выглядело это немножко странно, поскольку, ну, всё-таки, всё-таки как-то, ну, наверное, дикость... Он же... Он же юный дикарь! Юный дикарь не взял дикость! Который не взял дикость! Как?! Что?! Ты серьёзно, Амнезиак? Соберись! Больше дикости, пожалуйста, во взгляде и в решениях. Да, друзья, вот он, трофей. Заветный трофей, который получит победитель Близкон. Этого года, по сути, от года года не меняется ничего. Единственное, что вот... По копии у каждого чемпиона присутствует. Ну что же, следующее противостояние. Самое главное, для Павла это уже шестой друид подряд в его копилке. Если Павел сделает камбэк здесь, с 03, ну, это будет настолько просто невероятно, что, ну, ну, серьёзно. И пока, пока, ну, как бы, он собран, он идёт к этому свершению. Слушай, ну, если восемь друидов подряд переедет Павел, можно будет татушку делать, знаешь, как раньше на самолётах. Типа, убийца друидов просто. Типа, убийца друидов просто. Да-да-да, такие, знаешь, зарубки. Как-то в самолётах делали. Слушай, очень-очень круто. И очередной раз подчеркну, что это вот первое такое явное проявление, ну, какое-то волнение, возможно, от амнезиака. Ну, серьёзно, вот при всём эпатаже, который постоянно демонстрирует амнезиак, единственное, что я могу вот предположить, это действительно попытка потроллить сообщество. Вот всё. То есть, молодой тикарь берём силу тикой природы. Нет, нет, нет. Ну что, готовимся к следующей партии. Напомним, что нет выбора у амнезиака. У него остаётся одна колода, и это друид. Что у Павла? Давайте смотреть, что у остаётся. У него темпомаг и рога. Темпомаг – это хороший матчап. Ну, в принципе, вы видели, как друида Павел раскатывает на всех своих колонах. И на темпомаге, и на разбойнице. Причём, получается, это очень бодро, друзья. Ну, и вот запереживал, откровенно говоря, сейчас молодой дикарь. И хочется верить в то, что русский Витязь… Соберись, да. …из французской команды… Русский Витязь из французской команды… Ну, вот… На опыте… Не смогли… Павел, ветеран Хардстоуна. Как бы это смешно ни звучало, Павлу 18 лет, но он играет с самого начала… Истории ХС… Амнезиак присоединился к этой карточной игре немножко попозже. И по опыту… Да и не только по опыту, на самом деле… Павел Мудрец, я бы сказал. Павел Мудрец по сравнению с Амнезиаком. Потому что Амнезиаку сколько, 15? Уже 16. 16, извините. Извините, Александр, ну серьёзно. Ну, и мы увидим, действительно, противостояние Темпомага против друида. У Павла, в принципе, неплохой старт. Открывается он с Монозмея, нет разгона для друида. Монета. Но есть раскопочка и монетка на стороне друида. Очень-очень важно в рамках этого противостояния, что будем забирать. Забираем живые корни. Ну, живые корни неплохо. Что выставляем? Ученица. Причём живые корни для того, чтобы уходить в размены. Безусловно. Тебе нужно отбиваться от Темпомага на старте игры. Да, тут сохранять все эти сплы под мали точно не получится. И тут самый главный вопрос, что отдаём. Отдаём мы гнев или... Да. Маня, опять-таки, уже более дорогое заклинание уходит. Дополнительный дро. Добор или продолжаем выставлять существ? Добор повысит атаку Монозмею на единицу. Забрать Монозмею не так уж и просто. То есть, тебе на третий ход надо отдать обилку плюс живые корни. Либо ты отдаёшь Звериное Нистоство. То есть, ты тратишь на это весь ход. Добором ты ищешь существ на продолжение Монокривой. Поэтому тут... Ну, мне тоже нравится Интеллекция Родия здесь больше. Интересно, что выберет Павел. То есть, на следующий у тебя есть уже... Ну, нет. А вот Павел выбирает давление через существ. Интересное решение. Живые корни отдаются в убийство колдуньи и сектантки. Добавляют сюда смену облика. Амнезиак удаляется у Монозмея. Ну что. Заклинание с раскопки показал. Значит, точно должен понимать Павел, что больше живых корней на руках нет. Играет в вторую культистку. То есть, решает давить существами прямо сейчас для того, чтобы... Не дожидаться Гиддона, возможно. Вот такой. А здесь Лазурный Дракон, монета и Лунный Огонь, которые убивают колдунью и сектантку. Ну, а тут в ответ Фрост Голд. И добираем карты. А, нет-нет, конечно же, идем в размен, потому что... Да, нужно пинговать. Нельзя оставлять силу магии на столе. Дальше у нас есть два Безликих Призывателя. Опять-таки, в колоде присутствуют два портала, насколько я помню, Павла. Да. Так. Еще один Дракон от Амнезиака и еще один Лунный Огонь. Прям драконы с лунными огнями парами ходят. Безликий Призыватель под номером один. Приносит вам случайный третий дроп. Это Смотритель Колизея. Не лучший, но и не худший, по сути. Эта карта возвращается в руку, когда вы играете обилку героя. Такое специфическое. Предотвращение в этой карте. Очень много ресурсов нужно отдать для того, чтобы зачистить весь стол. В этом плане существо отличное для Павла. Есть еще один Лунный Огонь. И напомним, что Дракон все еще на столе. То есть у нас будет и Гнев сильнее, и Лунный Огонь. Ну, Лунный Огонь, который пригодится уже сейчас для зачистки, нет. Нет, забирает Гнев. Размах плюс удар Драконом, чистый стол. И прочно закрепляется на столе у нас Дракон. Второй Безликий Призыватель от Бала. Вот это уже хорошо. Один из лучших дропов. А это, пожалуй, лучшее. Что сильнее есть в третьих дропах? Король Мукла 5-5. Да-да, это лучший, наверное, дроп. За три маны. Ну, это вторая позиция у нас получается. Гидон от Амнезиака. Ну что же, а мы дроваемся. Огненный Шар, хорошо. Перебираем колонну. Телек Чиродея, пилосит Лазурного Дракона и Портал. Хорошо. Дракон дает тебе еще добор одной карты. Размен однозначно с... Вот он, Поджигатель. Размен однозначно Безликим Призывателем с Гидоном. Или нет, Павел? Нет, нет, тут надо меняться. Дело в том, что Гидон дожигает своего владельца. То есть друид от Гидона тоже будет далее страдать. Интересно. Вот если сейчас Павел в размену не уйдет, это будет интересное решение. Но это Йола решение. То есть, откровенно говоря, мне не очень импонирует оставлять Гидона на столе. Твоего оппонента, если мы идем сейчас в лицо, остается 14 после Гидона. 12 с обилкой, 13. Но есть звериное неистоство в колоде. И поэтому тут не стоит идти. Да, позволят брать броню. Еще знаешь, кого забыли? Там и раненого Рубаку. 4.7. Угу. То есть это, окей, один из лучших юнитов все-таки демон. Провокация в размен уходит. Павел. Восьмой ход для Амнезиака. Неужели вновь будет Рагна? Рагна? Рагна это лучше. Или как-то через гневы будем пытаться расчистить стол прямо сейчас, потому что опасно. Дело в том, что если Рагна... Если Рагна выстрелит в лицо, мы проиграем игру. Если Рагна... Более того, если Рагна не убивает лазурного дракона, тоже все плохо. Потому как СПД остается на столе. И это Рагна верит в своего Рагнароса. Фаерлорда Амнезиак. Ну что, выстрел куда дракона? Вновь ему везет! Вновь! Лучшее попадание Рагнароса для американского игрока. Ну и теперь нужно, чтобы попадал хотя бы один выстрел из-под поджигателя. Мы ставим поджигателя, мы играем фаербол и пинг. То есть нужно, чтобы хотя бы один выстрел поджигатель попадал в Рагнароса. Иначе все очень плохо. Вновь один к трем Рагнарос просто переворачивает игру для Амнезиака. В первой партии он выиграл таким образом. Здесь он позволяет Амнезиаку выжить и возможно перевернуть игру. Ну так и есть. То есть по факту все, что мы видим далее по кривой маны и вообще по ремувелам у Амнезиака шикарно складывается. То есть да, мы закидываем фаербол и ждем. И что, не попадает? Серьезно? Не попадает серьезно в Рагнароса? Оооо, боже ты мой. Что мы идем в лицо? Да, мы идем в лицо еще. Ох ты же, как все плохо-то для Павла. Да. Но Рагна просто четыре Рагнароса в колодах у Амнезиака. Единственная колода в которой нет Рагна это Зулок. Ну понятно. Таким Зулок еще Рагну бахнуть, психануть просто. Ну это просто что-то с чем-то, ну серьезно. Рагна, который сколько игр? Вторую игру завозит сегодня, если он выиграет сейчас. Да. Джейсон, нет, для Хамстера тот же Рагнароса принес победу. Ну давайте не будем гнать лошадей вперед. Пока что шанс у Павла сохраняется. Гнев убивает у нас провокацию. Звериное неистовство в броню и хранитель болот. Плюс слизь. Да. И защищаемся весьма серьезно. И еще и попадает Рагна. Ооо. Ой, друзья. Да. Шансы есть. Рука у Павла достаточно сильная. Рагна сейчас погибнет от Пинган. Итак, портал Огненные Просторы. Убивают хранителя болот. Ну опять же неплохой дроп. Ну да. В принципе за пять кристаллов. Гублят телохранитель. И тут Малли Стопдека. Серьезно. Малли Стопдека для Амнезиака. Корни убивают гоблина. Слизь в лицо. И вот Малли Стопдека. Это уже Хекс из книжки. Поехали. Полиморф нужен сейчас. Полиморф, Хекс, Кабанчик. Что угодно. И это Полиморф! Невероятно! Просто невероятно! Полтнивая книга приносит превращение! Какая игра! Смотрим за реакцией Амнезиака. Боже мой! Болигас превращается в овечку. Как переворачивается каждый ход эта игра. Ну что Сильвана? Сильвана и наверное даже уходим в добор. Это реально, ну... Это происходит, друзья, книга, которая тащит... Я вот до сих пор удивляюсь, как некоторые участники этого Близзкона не играют книжки. Это леталы, это Полиморфы, когда они так нужны. Ну если и сейчас не выиграет Павел, ну это будет что-то с чем-то. Так, продолжаем следить за развитием событий. Гнев. Гнев в добор. В Лазурного Дракона получает Амнезиак. Озарение. Слизь плюс овца разменивается с драконом. Император Таурисан. Также забираем болтливую книгу. Ух! Это валидольный матч, друзья. Серьезно. Книжка, которая просто дарит шансы надежду. Давайте смотреть далее, что там придет. Что придет... Еще одна болтливая книга. Ну что на этот раз принесет нам этот первый дроп? Это портал! Серьезный портал! Невероятно! Это портал для Павла! Боже ты мой! Кудесник! Это третий портал и кудесник, которого нечем забирать, который внесет шестерку дэмэджа. Просто книжка, книжка сильнее Рагны. Рагнарос для Амнезиака. Здесь болтливые книги. Павлу игру выигрывают. Книжка меньше трех. И это просто, просто непередаваемо, друзья. Ну надо играть... Как переворачивает Павел эту игру? Как Амнезиак сначала стоп деков, и потом верным попаданием Рагны. Просто, ну, не знаю. И причем дроп-то, дроп-то, посмотрите, шесть единиц атаки. На которого нет ответа? Под какого-нибудь гиганта. Подобед-таки ту же Сильвану. И выставлять и Сильвану, и гиганта сейчас плохо, потому что одного ты сто процентов теряешь. И Сильвана тоже слабо выглядит. И продолжение не факт, что будет у тебя. А самое главное, что у Павла сейчас, ну, какой-никакой стол. Он занял книжкой и кудесником. Также у него есть продолжение. У него есть и переборы, поджигатель, и водный элементарь. И хочу обратить ваше внимание на реакцию Павла. Там он и глазом не помел. Помнишь, когда амнезиак в овцу превратился, а его в малигос в реакцию? Чуть кнопку сна не нажал просто на столе и... Фух. Ну что, Сильвана, забираем болтливую книгу. Да, ну и тут уходит, конечно же, в размен. Дальше выставляемся на стол и... Ну все, амнезиак не выиграет в этом противостоянии. Да, это размен. Так, размен, поджигатель, добор карт. Ну, пока все шикарно смотрится. Добор, плюс еще фаер и лем, и ты забираешь возможность... И вот он, Рагна для Павла, неплохо. Рагна просто покоритель. Покоритель близкона. Какой топдек заходит. Тут дополнительные дыру карты. Дар природы. Да тут топдекают просто ребята на уровне гранд-финала. Живые корни, хранитель болот и буйный рост. Играет на все. Подбираем еще карту с перезбытка маны. Будет ли ремувал? И это ремувал, но мы можем сыграть сейчас только лишь звери... Потому что просто потом у тебя этого шанса не будет. Потому как стоит эллим воды, и тебе надо играть и великана, и звериное неистовство. Рагна. Рагна, который попадает. Вот серьезно. А куда лучше, в лицо? Нет, не в лицо, лучше в великана, конечно. Там нет йога, там просто нечем камбэчить. В лицо тоже неплохо будет, согласись. Нет. Надо попасть в великана, чтобы наверняка. Ну ладно, раз ты так просишь. Все, все, я настаиваю. Ребята, я настаиваю. Все, погибает великан в ответ фендерал или не шлем для амнезиака. И здесь уже победа Павла. Просто невероятная партия. Сколько переворотов мы видели здесь. И самое главное, что можно вынести из этой игры, то что болтливая книга сильнее Рагнароса. Точнее, ладно. Меньше трех. Нет, две болтливые книги сильнее одного Рагнароса. Болтливая книга меньше, чем три. Изи Полиморф, друзья. Это читалось. Вы сами видели. Вот она кера. Паша вперед, болельщики. Смотри. В зале у нас у Павла Биртюкова. Ну и 3-3. Мы посмотрим на седьмую решающую игру. Павел Камбэкс 0-3. Напомним, друзья. Седьмой нататуированный Малфурион на руке у Павла. Паша Гроза Друидов. Ну если он сейчас оформит восьмую подряд победу против Друида. Напоминаем, друзья, если вы пропустили групповой этап в предыдущем противостоянии за выход в этот финал. Была ровно та же история. Омега-Зеро китайский игрок ввел в противостоянии с Павлом со счетом 3-0. Казалось бы, все уже. Все грустили. Паша не смог. Зачем ты так сыграл? И Павел просто собрался и вынес вперед ногами Друида от китайского игрока. Сейчас ровно та же история. Пока что получается против Амнезиака. Но расслабляться не время. Последняя игра. Игра будет невероятно тяжелой. Мали Рога против Мали Друида. Ну вот, ты знаешь, тут я бы отдал все-таки пальму первенства именно Мали Роге. Мали Разбойница. Потому как, ну, есть неплохие шансы на победу, если, конечно, найдет свой старт Мали Разбойница. По старту, по опенингу, если будет Goldfish, именно Мали Разбойница должна выносить свое, друзья. И смотрим. Решающее противостояние. 3-3. Павел может затащить прямо сейчас и отметиться в истории Хардстоуна, как самый главный тащер. Слушай, есть мнение, что это не просто болтливые книжки. Это Библия были. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ааа, православные книги. Ну что, смотрим далее, друзья. Решающее противостояние. Шаманы грустят. Слава Богу, что нет их здесь, в Ладаре хватает. Мали Друид против Мали Разбойницы единственной в этой серии плей-оффов. Все решится буквально в последней игре. Кто победит? Амнезиак, на которого ставили все просто главного фаворита турнира. Еще на стадии группового этапа он был один из главных фаворитов. На стадии плей-офф он главный фаворит на чемпионство в этом году. Но Павел тоже не промах. И он второй по рейтингу зрительских симпатий на этом турнире. И все в руках каждого из киберспортсменов. Мулиган, два озарения раскопка. В ответ от Павла есть пират пройдоха, который приносит клакси. Ну, кстати, неплохой четвертый дроп. Который сыграет в любом случае. Ты хочешь выставляться против твоего оппонента. И вот сейчас надо Амнезиак урашить хранителя болот. Или же... Нет, не будет торопиться. Использует только одно озарение. Пока что, да. И копает существо Амнезиак. Не самые лучшие раскопки, будем откровенны. Даркона-механик друит когтя. И забытое древо забирает именно эту карту. На следующий ход он сможет разыграться. Прям монета, озарение, озарение, запретное древо. 7-7. Запретное древо, 7-7. А там сап. Вот такой ход. И просто эскейп консид. То есть я вот разделяю игроков Хардстоун на два типа. Те, которые используют левую руку для того, чтобы консиднуть. И которые используют правую руку для того, чтобы дотянуться до настроек и сдаться. Ладно, друзья, давайте смотреть, что далее. Будет рисковать или нет Амнезиак? Вот серьезно. Мне кажется, что нет. Лучше разгоняться по мане. Но это тот парень, который вообще никогда не рискует практически, когда не видит других. Более того, смотри, он пока что не тратит озарение монету на розыгрыш. Точнее, просто озарение на розыгрыш Хранителя Болот. Бережет эти ресурсы. С помощью смены облика забирает Таноса. И заходит расхититель для Павла. У него три четвертых дропа очень классных. Есть уже Гоблин на руках. Нет заклинаний. Вот в чем беда. Два укола. Нет подготовки, нет удара в спину, нет разгона под серию. То есть это все здорово, но нужно заклинаний. Но, как минимум, по существам все весьма неплохо. Теперь уже выходит на стол Хранитель Болот. Через монетку разгоняется по мане у нас друид. Еще и Ванклиф. Ну, тут расхититель это... Почитаемо. Это лучший четвертый дроп. Великолепный четвертый ход. И тут Финдрал. Финдрал, который бесполезен. Ну, пока что, да. Под Финдрала заклинаний нет. Разыграет облизиак лазурного дракона. Приносит уже рагну. Можем забрать прямо сейчас. Да, да. Расхититель гробниц. Отлично это смотрится. Нужно передавливать разбойницу по темпу. И в результате так все и складывается. Так, погибает расхититель. Приносит при смерти в руку Павла монетку. Здесь удар в спину. Шикарная ответка. И вот сейчас-то выставить можно как раз-таки Ванклифа нереального. Что там по мульчанию? Мульчирования нет в колоде Амнезиаке. Вот-вот. Слушай, а ведь это реально шанс. Но там выйдет рагна с озарением. И будет опять ровно та же ситуация. А что, сколько тут мы можем разыграть? 4, 6. Ну да, это 8, 8. Какие еще варианты? Не тратить сейчас сохранить. Вот он хранит ресурсы под... Хочет 10-10 ставить, судя по всему. Мали! Мали, серьезно? Неплохо сыграно. И Павел смотрит Амнезиака. Смотри, боже ты мой, какой момент. Думает, что укол отдавать? Или все-таки удар в спину? Забирать дракона мы обязаны. Обязаны дракона забирать. Но ты очень хочешь выставить Ванклифа. Ну вот очень. Но надо бэкстеп отдавать дракона. Это халява. Не, ну тут он думает, либо удар в спину, либо монета укол. И причем вот самое главное качество Барнса, что Амнезиак мог бы выставить сейчас Рагнарос. А теперь от Рагны никакого вообще смысла нет в Рагне. Теперь надо использовать... Теперь бы размах, но размаха нет. Теперь надо использовать... Обилку жать. Озарение для того, чтобы проживать обилку. Да, вот это самое главное. Казалось бы, 1-1. И многие говорили, да 1-1, да это просто забирается. Но по факту-то это минус 2 кристалла маны. Что и видим прямо сейчас. Да, идет Рагнарос, убиваем Мали. Но это так грустно. Мы тратим озарение фактически вот в никуда. Да, хотелось бы получить ошеломление сейчас для Павла. Это идеальный топ-дек. Хотелось бы, чтобы Рагна выстрелил в пиратика или в лицо. Ну, это вообще идеальный исход. Вот теперь, смотри, удача отворачивается от Амнезиака. Вот это поворот. Ну что, поехали крутиться под гоблином-аукционистом? Ну, вот как-то особо-то мы, походу, и не покрутимся в этой ситуации. Надо находить ошеломление. И вот вопрос... Ну, тогда есть уколы у нас для поиска ошеломления. Итак, первый укол летит в лицо. Потрошение. Потрошение можно забрать. Можно забрать Рагну, надо забирать Рагну. На самом деле, потрошение, конечно, хорошо, но... Ну, надо, надо, да. И мы еще, смотри, мы выставляем Ванклифа. А вот Ванклиф, это уже то, что нужно. Это самое главное. Мы забираем Рагну, выставляем Ванклифа, и там нет мульчиров. Опять же, Павел, интересно, вот в такие моменты он постоянно смотрит в глаза своему оппоненту. Замечаешь это? Вот ни один из игроков так не действует. Я замечаю, что Амнезиака просто там... Амнезиака-то поплыла же. Что такое? Там все сгорело уже. Что такое, юный дикарь? Сильвана в ответ на Эдвина Ванклифа от Паула. Подготовка. Ну что, играем? Играем сейчас и... Пытаемся найти максимум. Но отдавать не хочется, конечно, ни одно, ни второе существо оппоненту. Поэтому это немного грустно. Немного грустно. Ход непростой. Да, будет играть. Судя по всему, будет играть. Пошел гоблин-аукционист. Коварный удар. Перебираем карты. Приходит еще один гоблин. Не то, что нужно. Подготовка, укол. Подготовка, еще добираем. Нет, подготовка. И сап! Сап! Великолепно! А как же топдекает Павел? Топим в лицо и шансов у Амнезиака просто нет. Это только лишь статуя Ворона плюс что-то. Все. Плюс мульч. Плюс, я не знаю, там... Посмотри на Павла. Близится победа. Главное, доиграть этот матч. Друзья, близок Павел к тому, чтобы сделать вновь камбэк со счета 0-3. Просто в салат разнести всех друидов на этом турнире. Но пока еще нужно сохранять концентрацию до последнего момента. Фендрал плюс Зверинонистовство. Добавляем 8 единиц брони. Размениваемся с гоблином. Живые корни отдаются в Ванклифа. 17 хп сейчас у Амнезиака. Еще один сап заходит прямо сейчас. Отдается. Тиневой удар убивает. И Клакси. Клакси, который пришел... Фендрала. Клакси тоже смотрится неплохо. Хорошие статы. 4-5. Близок Павел к победе, как никогда. Рагны нет, но есть размах. Мы можем избавиться от Ванклифа, но при этом мы тратим на это весь ход. Мы ставим, конечно, древо 5-5, но это ерунда, потому как у тебя 9 единиц здоровья. Ты отдал одной Зверинонистовство и сап. Сап вообще идеально смотрится. Гоблин, ошеломление. И сейчас просто Амнезиак сгорит. Это просто неплохо сгорит. Это минус Амнезиак на этом турнире. Друзья, это огонь. Рагна уже вышел. Что может изменить? Нет карт, которые могут перевернуть ситуацию в колоде Амнезиака. В том-то и дело. Размах. Ну окей, мы убираем один юнит. И что? Ну все. Он уже сгорел. Укол это победа. Да. Друзья, это самый невероятный матч. Это невероятно, просто. Это самый невероятный матч. Казалось бы, Omega Zero Павел самый невероятный камбэк, но это, друзья, игра достойная гранд-финала. Павел просто невероятным образом обыгрывает Амнезиака. Проигрывая по ходу этого матча со счетом 0-3. Он вырывает победу 4-3. Павел полуфинал. Павел просто Амнезиака.